иранский майдан украинского производства александр зубченко специально для альтернатива точка орг за 13 января 2020 года у нас все превращается в майдан или в крайнем случае в импичмент трампу уникальная страна в любой геополитической заварухи украина принимает самое активное непосредственное участие даже султан амана пострадал или катара нет все-таки амана президент украины прямо в новогодние праздники поехал туда проводить важные инвестиционные переговоры по всей видимости в неформальной обстановке на пляже провел в результате на стадии подписания какой-то бумаги в разводах от колы с непонятным бородатым мужиком в иране сбили пассажирский самолет компании игоря коломойского мау ну а султан умер скоропостижно не хочу обобщать но как-то странно все получается с двойным или даже тройным подтекстом теперь в тегеране майдан из-за украинского самолета на котором летели иранские студенты их сбили российской зенитной ракетой тор наши неполживые медиа так акцентирует внимание на российской ракете что создается полная иллюзия спецоперации путина все патриотические сми подконтрольные арсену авакову министр внутренних дел и петру порошенко экс-президент публикуют фотки какой-то обгорелой железяки и в опят о русском следе а я как раз занимаюсь подлюдной рыбалкой дело требует полного уединения с природой терпения и умеренного употребления алкоголя полный дзен самосозерцание и самопогружение даже рыба не важна она вообще если честно ни при чем но тут прибегают стревожные товарищи полонки с шокирующей новостью русские в иране сбили украинский самолет 200 человек погибло все канадцы нет мне приходилось многое видеть еще больше слышать но такой геополитический сюр даже в мою голову не пролазит с одной стороны страшная трагедия вне всякого сомнения с другой глава парламентского комитета рады богдан еременко главный герой секс скандала с вызовом проституток чуть ли не в раду для занятия анальным сексом призывает не стесняться подмахивать американцам в их священной войне с диктаторским режимом и рака встретить горячий диспут прямо у лунки когда мне тычут телефоны с новостными лентами и выдают такие конспирологические версии что рыба начинает высовываться из проруби чтобы посмотреть на этих феерических геополитиков пришлось сворачиваться и погружаться обратно в информационную яму международный обозреватель из меня вообще никакой а это лухами не помню еще по панораме всей full мулюковым и по песне высоцкого у нас любой второй в туркмении а я тала и даже хамени был еще такой прикольный случай на политзанятиях в школе когда один бедолага назвал лидера исламской революции анатолием а вот в принципе весь мой багаж знаний о текущей геополитической обстановке на ближнем востоке и в странах персидского залива но зато я четко знаю если в событиях участвует украина а она участвует то все идет в по вполне прогнозируемому сценарию через всем известное место этого достаточно для довольно точной расшифровки событий и так украинский фактор никто не понимают с какого перепоя зеленский зеленского понесло в оман то есть примерно в тот регион где все и произошло мог бы спокойно загорать с вакарчуком певец ртом а лидер партии сороса голос или наблюдать за ехтой порошенко на сейшелах можно было смотаться из буковеля прямо в куршавель к друзьям главе сбу ивану баканову шалел под 20 тысяч за сутки генеральному прокурору рушлану рябошапке данные о проживании пока отсутствуют и его заместителю любимцу суроса и к спаслицы сша мариёванович касько нет же понесло в оман примерно в это же время беспилотник сша лег на боевой курс и засадил парочку ракет в машину командира подразделения аль-кутск корпуса стражи исламской революции косыма сулеймани идеальное время для инвестиционных переговоров в омане началась традиционная подготовка к третьей мировой войне ритуальные обмены ракетными ударами на этот раз иранцы врезали по американским базам заранее предупредив о неотвративом возмездии вообще не понимаю как Зеленский попал в Киев поскольку все полеты отменили ходили смутные слухи о чартерном самолете Виктора Медведчука который забрал бывшего руководителя комик группы квартал 95 прямо с пляжа но давайте придерживаться фактов все ждали продолжение и оно последовало ничуть не удивляюсь что сбили именно украинский самолет вариант с малазийским боингом уже был на роль сакральной жертвы лучшей кандидатуры просто не найти у нас сложилась целая культурная поставки подобной продукции на внутренний рынок теперь вот экспортом занялись сразу все забыли о третьей мировой войне сгоревшим американском посольстве в Багдаде санкционированным Трампом убийстве иностранного государственного деятеля в Ираке и ракетной ответки Тегерана главной новостью стал самолет МАУ Зеленский еще подлетал на биплане к Киеву а все разведки запада в один голос утверждали о ракете вот скажите мне пожалуйста а чье производство чьего производства могла быть ракета сбившая украинский лайнер только русского это буквально предопределено все сходится аннексия Крыма Донбасс Иран комплекс ТОР парахаботы организации стражи революции гидности так увлеклись кремлевским следом что откровенно расстроились когда Тегеран признал свою трагическую ошибку уже по инерции они продолжали клеймить Кремль который причастен к международному терроризму и все больше и больше склоняясь к жесткой критике действия офиса президента Украины Зеленскому удалось таки прибыть в Киев и поздно ночью он провел заседание Совета национальной безопасности и обороны с какими-то стремными людьми чтобы как-то подправить свою бездарно упущенную репутацию если она конечно была президент разразился серией грозных обращений к миру и нации в частности он стал диктовать свою непреклонную волю президенту Ирана Хасану Раухани прямо по телефону никто не отвертится при определении виновных за катастрофу прямо сейчас Раухани отдаст приказ максимально быстро провести экспертизу и прочий воинственный бред то есть действовал в строгом соответствии с указаниями Госдепа было смутное предчувствие нет рыбалка накрылась медным тазом со стразами это понятно должно было произойти еще что-то и произошло массовые выступления против режима мул вы же помните что российская ракета сбила украинский самолет именно с иранскими гражданами получилась двойная сакральная жертва украинцы и иранцы сработал какой-то гребаный катализатор не без участия американцев и британцев посол великой и гордой британии в тегеране лично ходил на акции протестов что-то говорил снимал на телефон пока не нарвался на страже революции те его скрутили и по непроверенным данным посол испытал сильный испуг со всеми вытекающими последствиями но весь прикол не в этом а в удивительном воспроизводстве майдана из очень странного набора компонентов и Киев вне всякого сомнения является пешкой в этом адском сценарии более чем уверен Зеленский вообще не понимает что происходит и чем все закончится точно так же он не понимает какая роль ему уготована в продолжающемся шоу с импичментом Трампа нет мы все понимаем что это роль козла отпущения по любому в иранские события мы тоже влезли по уши точнее нас туда бросили как слабоумную курицу вегетарианские суши все тут кудахчут бравируют своей причастностью к высокой геополитике глава совбеза Алексей Данилов сделал блестящее заявление по его словам Украина знала о ракете чуть ли не до ее пуска а представительница партии Порошенко Ирина Герасченко известная своей уникальной тупостью призвала провести корреляцию парламентской повестки дня в связи с иранскими событиями а вообще-то корреляция это статистическая связь двух и более случайных величин одну из них можно считать мозг Герасченко но как это все коррелирует с работой Рады загадка вполне допускаю, что слуги народа в парламенте проголосуют за резолюцию поддерживающую революцию иранского достоинства мы, повторюсь, обречены играть роль пешки штатов еще очень долгое время опять же, поймите меня правильно, я не геополитик не знаю, какие сложные причинно-следственные связи привели к подобной заварухе но сами подумайте украинский самолет, российская ракета, иранский Майдан какой-то случайный прохожий случайно вышел ночью поснимать темное небо в момент пуска ракеты как-то случайно самолет взлетел со значительной задержкой поскольку по официальной версии выгружали излишек багажа и абсолютно случайно президент Украины полетел вести инвестиционные переговоры в Оман который граничат с Саудовской Аравией результаты всех этих случайностей налицо в Иране появилась сакральная жертва которая стала катализатором уличных бунтов активно поддерживаемых западными спецслужбами А Киев является одним из инструментов расшатывания ситуации на данном этапе тоже совершенно случайно в ближайшие дни наши сарасята плотно оккупировавшие власть получат новые темники по иранскому вопросу и станет понятен следующий шаг в этой многоходовке чувствую придется нам поддерживать свободолюбивый иранский народ в его борьбе с тиранией и российской агрессией конкретные формы поддержки еще уточняются но наверняка появятся добровольцы стремящиеся помочь в организации иранского Майдана Александр Зубченко специально для Альтернатива.орг Иранский Майдан украинского производства Субтитры создавал DimaTorzok